что ж друзья зарядились мы немножко покушать как это называется сосиски колбаса охотничьи сосиски значит захотелось что-то знаете отечественного так оно все американское американское выборы сегодня американские вот мы с вами колбасу кушаем а сейчас уже 4 часа 4 часа уже там проголосовали все на том берегу там уже 7 какой-то мере решается а мы в этот момент захотели чего-то такого к чему привыкли в прошлой жизни когда я тебе скажу когда уже демократия обеспечена голоса подсчитывают правильно уже думаешь чего еще хочется вот охотничьи сосиски у нас еще хлеб там есть сырку взяли и такого и копченого и плавленого для офиса так чисто знаете как это душу побаловать реально вот на эзотерическом уровне тут есть и не часом да ну как вообще вам магазин давай про частную школу поговорим поговорим вот сколько у вас ребенок уже отучился в частной школе ну год получается почти мы в конце прошлого года пришли ну там объединенная и прискал иску ну поэтому у нас младшая прискал они там разделены как бы так надо на две части школы как бы так обе что это одна в школьной части а вторая в пришкольной части еще у них такой парадокс есть дети которые до четырех лет там туда пяти почти они называются ходят в прискал которым 5 исполнилось они будут в киндергаден о то есть немножечко doesn't make sense да тем не менее вот при этом короче в этой школе в киндер нет везде здесь в америке киндергаден это уже через школы на самом деле тоже во многих школах киндергарда как бы нулевой клави это он это он там нулевой класс а прискал называют детей которым еще нет там пяти лет хорошо значит ваши дети ходят в это дело недорого почем почем мечта в частной школу ходить дороже чем бесплатно у вас мудрость кого-то вы всю жизнь педагоги воспитывались с детства и так мудро чувствуется там при хорошем раба мне хочется цифрами оперироваться я чувствую нам это очень туго дается на самом деле но это наверное того стоят цифрами оперировать туго или деньги платить тяжело платить тяжело вообще с деньгами расставаться тяжело тяжело ну на самом деле вы видите как бы за что вы платите я вижу за что вы платите вот почему не жалко денег за меньшие классы за совершенно другую публику за даже даже учительница вот она перешла сейчас у старшей которая в киндергаден который вот нулевой класс когда у них учительница новая для этой школы в этом году просто потрясающая учительница я очень довольна у меня ребенок очень специфический такой старше старше да если учитель и в прошлом году учительница не очень нравилось и у нас только было расстройств по этому поводу она не хотела школать значит это я удаляю а вы не в курсе учителя которые в частной школе они получают меньше денег чем учителя в государственный паблик я даже не знаю я слышал что я думаю что они стараются мэч по крайней мере ну может быть даже может и меньше по логике вещей должны больше там еще бенефиты у них да ну учителя в паблик скулс настолько здесь хорошо живут что это очень трудно мочить школам которые все на финансирование за свой счет конечно но в основном учителям там тоже нравится именно вот по той причине что в паблик скол все-таки дети идут разные и требуется тебя гораздо больше терпения что ли я не знаю страны педагога страны педагога когда тебя в классе когда там 30 детей и они совершенно разношерстные и одни успевают хорошо а другие совершенно ничего не успевает а у вас ездили сколько в классе 18 сейчас в киндергаден это огромная разница она она с помощницей там круглый ну как бы целый день вы видите что дети приходят из садика чего-то поднабравшись там на ежедневной основе что такой раз что-то сказал раз что-то я не знаю как происходит в паблик скол у нас есть например домашние задания которые меня делают совершенно счастливым человеком потому что когда сюда ехал мне говорили что в америке школы просто ужас что детей ничему не учат что у нас там в россии это просто супер что дети сюда приезжают идут там чуть ли не в последний класс после 5 всяких историй наслушалась и со страхом думал думал вдруг их правда здесь ничему не будут учить вы кушаете колбаску но я же не могу это как-то в этом есть в этом есть свой шарм так ну как зажрались я мысль потеряла из-за этого нет почему мысль была такая что за что деньги платятся что мало детей в классе 18 человек и публика не разношерстная а дети более-менее ровные по составу этого состава да и учениц которого сейчас пришла надо этого в 10 лет он проработала в паблик скол и она говорит намного легче работать с классом где все дети примерно одного уровня то есть говорит как бы ты дальше проходишь задания домашние они делают да у нас она приходит вот такой вот пачка листочков на неделю так и там значит это задание до задания там и из математики из писания и писание священное школа католическое школа католическое нет не то писание чисто писание чистенько так с резиночкой я здесь карандашом пишут карандашом пишет все домашнее задание делать с карандашом и там где-то надо если разукрасить они еще разукрашивают в том возрасте им 5 лет поэтому иногда к районс используют мелкие такие пасковые мелкие они у нас называются и вот и то есть у них задание в понедельник она приходит с ним в пятницу мы его относим обратно задаем на проверку и каждую среду им выдают такую книжечку реально проверяется все да дают книжечку и тестирование постоянно происходит тебе присылают результаты как они родителям да ты можешь посмотреть там где она неправильно ответила но я к этому как-то отношусь пока что киндергарна что там да она бывает там из 20 вопросов там ответить на 18 я как-то чего все это прилично у меня высокий грейтс на слушать а есть какой-то веб-сайт вот чтобы можно было пойти на веб-сайт и там как-то проследить траекторию таскать движение ребенка да есть такой так давайте все репорта отправляются и каждую среду им выдают книжечку такого которую нужно прочитать и там в конце книжечки вопросы на которые нужно ответить поэтому они читают уже нормально да раскопали там 5 они могут сесть и читать и вот и ну там книжечки такие очень короткие предложения но тем не менее когда мы почему мы не пошли в паблик school потому что я имела такую неосторожность отправить своего мужа на первое собрание в паблик school если бы была вторая возможность я бы сказал я больше такого никогда не сделано дело уже сделано так я была на то есть нельзя было бы я работала в гугле я мне было некогда и в общем он пошел так и в итоге мы в паблик school не попали скажите мне как мать работать в гугле как мать и вот у нас есть разница в плане я не могу на такие вопросы отвечать своему директору ну то есть 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 некоторые преимущества конечно вот в рабочее время пошли колбаски покушали ну это в гугле там конечно можно но такой колбаски штаб нет из русского магазина там не завозят мне там здоровая пища возвращаясь к частной школе все-таки значит вот ребят которые нас смотрят насколько это вот что называется affordable по карману но мы нашли самую такую дешевую школу школу которую мы можем оформить потому что если смотреть вот хороший школа здесь в лос-алтес то они очень дорогие конечно мы почему согласились на частную потому что когда мы в паблик school ты должен оставлять ребенка в продленку после школьных часов после двух часов до 6 и за эти четыре часа они хотят 750 долларов в месяц за двоих полторы тысячи а за двоих это для нас полторы тысячи сейчас мы за двоих в месяц ну придется цифрами оперировать в конце концов сейчас мы за двоих платим по моему две двести в месяц ну может быть две сто там если что это по-божески и получается что полторы версии с две двести но при этом ты получаешь меньший класс домашние задания там я не знаю какие-то книжки и туда-сюда и грубо говоря так бесплатная школа была не такой уже и бесплатный она была абсолютно я понял если надо 700 750 то есть полторы на двоих полторы тысячи доплатить да то так уже там еще 600 долларов уже частная школа можешь не доплачивать и забирать их в два часа дня ну куда куда ну что же хорошо значит я думаю что вы какой-то полезной информацией зарядили сознание наших зрителей кушайте спокойно слева ну